Рублей 500, не больше, но затраты больше 7 тысяч. Мне даже не верили, что мне 17 лет. Возникало небольшое чувство вины, когда я долго не заливал какой-то контент. Я хочу теперь нигде не работать и заниматься своим хобби. Здарова, народ! С вами Грижаков. Сегодня у нас допускается третий сезон интервью, и у нас в гостях Никита, создатель игры Reactor Tech. Здарова, Никита! Привет! Что крутого? Никита начал заниматься геймдемом в 13 лет, и, насколько я понял, в 17 лет ты запустил Reactor Tech в Steam. Да. И сейчас там 251 отзыв, что говорит о неплохих продажах, и игра в целом выглядит прикольно, прикольно, симпатично и все такое. Давай, короче, это очень круто, да, собственно, очень рад, что ты ко мне пришел. Давай по очереди. Вообще, как так получилось, что тебе в 13 лет пришла идея сделать игру? Мне просто нравилось что-то создавать свое. Я в основном тогда занимался серверами в Майнкрафте, но это было очень неприбыльно, ведь было трудно поднять онлайн, и вообще хост стоил денег, и я пришел к тому, что создавать игры можно практически бесплатно, и это может больше принести доходы. Расскажи немного, то есть ты поднимал сервера Майнкрафта, как ты их рекламировал? Друзей звал? А вот с этим были очень большие проблемы, потому что в всяких группах ВКонтакте IP закидывать не очень приносило много онлайна, но хотя бы одного человека это уже было каким-то прогрессом. Я в основном получал онлайн, как это сайт называется, Майнкрафт сервер, что ли, в серверах под разными IP свой сервер выкладывал, и так немного онлайна набирал, до 10 человек. Ну, неплохо. У меня корица, видишь, заинтересовалась. Это твоя история, пришла тоже послушать наш соведущий. Слушай, а ты какую-то первую выручку сделал на вот этих серверах? Получилось, короче, хотя бы чуть-чуть заработать? Там рубль, 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей? Ну, вообще, да, наверное, рублей 500, не больше, но затраты, наверное, больше 7 тысяч. А где ты брал деньги на это все дело? У родителей. Ну, они нормально относились к нам? Да, им было приятно, что я занимался творческой деятельностью, но она была неприбыльной. Ну, вообще, почему у тебя появилась такая идея? Тебе просто было это прикольно, или у тебя именно была идея заработать денег? Ну, это началось просто как хобби, и буквально последний год из трех я начал заниматься игрой с целью заработать денег, как я ее допиливал до состояния, в котором ее можно было продать. Давай сейчас как раз перейдем к этому. То есть 13 лет ты открываешь движок Click Team Fusion, да, и начинаешь... Ну, ты сначала скопировал какую-то механику, да, игру, которая тебе понравилась. Что это за игра была? Реактор Инкрементал, и еще была такая же подобная игра, Реактор Айдл вроде называлась. На мобилах, да, она была? Реактор Инкрементал. А вот этого я не знаю, она вроде на сайте каком-то была, мобильной версии я не слышал. Ну, насколько я понял, это схематичная игра, да, то есть без какого-то там красивого графона и так далее. Почему ты выбрал Click Team Fusion? То есть какая логика была? Потому что я тогда не умел программировать и вообще боялся этого. А еще потому что там был сделан ФНАФ, и я его начал изучать только сначала ради пародии на него, и уже только потом я начал создавать что-то свое. То есть ты где-то вычитал, что ФНАФ был создан на Click Team Fusion, да, и от этого пошло. Прикольно, а кроме ФНАФ, ты чем-то еще интересовался какими-то вот трендовыми персонажами, играми? Ну, больше чего-то такого не было, наверное. Ну, то есть у тебя Майнкрафт, да, был основной такой? Да. Классно. Так, хорошо. Ты начал делать, сначала скопировал, у тебя получилась какая-то первая версия, да? Такая. Ну, не то, как это сейчас все выглядит. Что было дальше? Потом я просто забросил все это дело, ну, не знаю, насколько, но на продолжительное время, наверное, в месяцах, если считать. И я как-то вот играл в The Escapist, и там встретил своего будущего знакомого или даже друга, и как-то мы переписывались в ВКонтакте, и я ему предложил сыграть в мое творение. Он поиграл, оценил, даже записал видео, и меня это подвигнуло к созданию обновления, расширения карты, ну, и по следующим обновлениям. И потом уже к будущей второй части. А почему ты, у тебя не было идеи выложить ее просто на стену себе ВКонтакте, да? Что я вот сделал игру, типа, поиграйте, друганы, напишите, что думаете? Ну, я ввел тогда группу ВКонтакте, и сейчас веду, в которой я рассказываю о том, как разрабатываю игры. Ну, и как народ играл в эту первую версию, или ты ее там не показывал еще? Ну, нет, играл, но очень малое количество людей по сравнению с второй части. Так, окей. У тебя был какой-то, как тебе сказать, наставник, или тот, кто тебе подсказывал по Clickteam Fusion, как что сделать, где что... Или вот ты, там, условно, с другом консультировался, показывал ему. То есть был у тебя кто-то, кто мог корректировать твою игру? Ну, кого-то конкретного я прям не назову, но, в общем, я сидел в тематической группе и знакомых разработчиков расспрашивал о том, что и как лучше сделать. Ну, и по большей части я сам просто тыкался и смотрел видосики на YouTube. Окей. Мы... У тебя остался какой-то видосик геймплейный, вот, первой части? Да, у меня ВКонтакте есть, на моей странице, там, видео можно найти. Мы параллельно с нашим разговором покажем как раз первый геймплей, а потом уже твою текущую игру. Так, хорошо. Короче, ты получил обратную связь, что игра, в общем-то, норм. Да, и после этого ты такой вдохновился, типа, сейчас я затащу, сделал нормальную игру. У тебя сразу была идея выложить ее в Steam, то есть какой-то коммерческий проект делать? Нет, я два года из трех разработки даже и не думал об этом. Я думал, вот закончу обновлять ReactorTech и займусь более серьезной игрой, которая уже будет достойной к выходу в Steam, но я как-то хорошо подумал и все-таки решил довести до конца ReactorTech и выпустить его в Steam. Буквально последний год разработки. Так, хорошо. Когда ты о ней первый раз написал? Где-нибудь? Ну, типа, ДТФ какого-нибудь. А, ДТФ? На ДТФ я даже не помню. Ну, я смотрю, у тебя тут есть статья 11 ноября, но тут уже... В двадцатом году вроде. Или, может, даже раньше. Я писал они только в последние два года разработки. В основном я писал они в ВКонтакте и на Реддите. Ну, то есть ты сделал демку сначала, да, уже новую версию с новой графикой, выложил ее в Steam, написал про нее на ДТФ. Я правильно понимаю? Это первая такая была, первый посев, так сказать. Да, да, да. Так, а как она была воспринята народом? На ДТФ или в Steam? На ДТФ. Ну, или в Steam, на демку. Короче, какая-то обратная связь прилетела, ты опять вдохновился после этого. Ну, в последний раз я помню, когда читал комментарии под статьей, которую я делал для индикапа, для конкурса. И там мне даже не верили, что мне 17 лет, и что, типа, там три мужика, наверное, 30-летних разрабатывают и обманывают всех. Ну, вообще положительно, да. Просто странно, что ты, вот, например, когда демку анонсировал, ты не писал, что ты там... А, нет, ты писал, что тебе 13 лет, да? Было, когда ты начал играть. А ты не написал, что тебе сейчас там 16-17 было в тот момент, да? Ну, то есть, ты понимаешь, что это, как бы, такая ключевая мысль, которую надо людям говорить, типа, вот мне 16 лет, и я сделал такую игру, и они все-таки, нифига себе, типа, это очень круто. На Reddit, например, ты писал об этом? Нет. Я что-то не увидел. Ты застеснялся или просто, ну, по неопытности? Ну, по неопытности. Мне кажется, если ты сейчас напишешь, ты опять соберешь, там, дофига лайков, и народ подофигеет, конечно. Я понял, что возраст — это ключевой момент, и что им можно козырять, когда в последний раз на Reddit писал. Я очень сильно в этом обиделся. Ну, смотри, это раз, да. Второе, ты думал про какой-то Patreon, то есть, где можно денег собрать на разработку, и, собственно, эти деньги, сидеть спокойно, да, там, нигде не работать, а заниматься играми? Про Patreon, короче, думал? По Patreon нет, но я рассмотрю его. Я просто не знаю, как вообще там, что устроено, и как там разработчики игр существуют. Я планировал начать, когда вторую игру, свою следующую, это Clone The Escapist, и я планировал попробовать снова набрать денег на краудфандинге, который провалился с Reactor T, чем я 0 долларов заработал. Но, мне кажется, с моей следующей игрой это сработает, потому что я нашел, нащупал вот на этой игре The Escapist, что людям это интересная тематика, вот эта головоломка с побегами из тюрьмы, я хочу ее исполнить в своем варианте. Слушай, вот гарантированно то, что у тебя зайдет, и я таких кейсов достаточно много видел, но у тебя еще есть плюс, да, тебе там 17-18 лет, вот, это, если ты сделаешь какой-то уникальный контент в своей игре текущей, да, потом в Steam везде анонсируешь свой Patreon, напишешь мне, типа, 18 лет, я, типа, мечтаю играть, делать игры, да, и там, и ничем другим не заниматься, типа, вот, помогите, и я там буду вам контент уникальный давать, или там доступ к игре следующий своей, который я делаю, ну, мне кажется, тебе точно накидают бабки, потому что, ну, ну, это прикольный кейс, это прикольный кейс, если что, потом я тебе покидаю примеры, может, тебе это поможет, как-то бабки получать с народа, и спокойно заниматься тем, что тебе нравится. Окей, смотри, давай чуть-чуть еще поговорим про создание, а потом перейдем уже к результатам, к выручкам, там, и так далее, графоний получился достаточно приятный, да, реально очень красивенько смотрится это все, как ты это все рисовал? Сам? Да, по большей части сам, я это делал, просто накидывая кучу эффектов, и врезая из этого какие-то фигуры, стены, например, крышу, ну, это, если брать, пример здания, с лесом, мне помогли люди, которые были в моей команде, у меня была команда, с которой, которая мне помогла, ну, сначала у нас было двое человек, когда, ближе к концу, уже собралось два человека, и, когда я начал вторую часть разрабатывать, к нам присоединился один художник, но мы просидели пару месяцев, и особого выклада я от них, к сожалению, не получил, и я стал разрабатывать ее практически в одиночку, но мне все-таки помогли немного с деревьями, вы можете их увидеть, мне скинули мультяшное дерево, и я его отредактировал в тот вариант, который вы можете увидеть в игре сейчас. Как ты делал все интерфейсы, у тебя был какой-то референс игры, с которой ты это вдохновлялся условно, или просто сам накидывал и пробовал, или может пасет какой-нибудь шел? Да, я сам накидывал и просто пробовал, не то, что пробовал, я просто взял синий цвет, он мне понравился, и от него начал строить интерфейс. В релизной версии игры я полностью переделал практически интерфейс в более компактный, это тот же самый интерфейс, как из старых версий, но я загрюбил просто края и поменял оттенки и сделал все компактнее. В итоге ты делал игру, получается, почти 4 года? Нет, я ее делал даже, наверное, почти ровно 3 года. В 13 лет я занимался первой первой частью игры, а вторую я разрабатывал целых 3 года. А, вот оно. Не больше, от лета к лету это делал. Короче, у тебя летом была активность, да? Как у тебя вообще получалось концентрироваться все-таки, ну, как там, у тебя такой возраст был, как раз 14-15-16 лет, когда народ начинает там, кто бухать, кто чем еще интересоваться, там, с друзьями, там, скоро выпускной, школа заканчивается, экзамены. Как получалось концентрироваться и не терять интерес к игре? По большей части это происходило только потому, что это было моим хобби. Мне нравилось, когда кто-то снимает видео по тому, что я сотворил. У меня, когда я вел блог об игре, у меня возникало небольшое чувство вины, когда я долго не заливал какой-то контент и это меня все подталкивало к дальнейшей разработке. Ну и, кроме того, я был просто домашним и сидел за компом большую часть времени. Ладно. Так, ты выпустил игру. Ну, точнее, ты выпустил демку, сделал некоторые статьи, там какой-то народ про тебя узнал, потом ты повторно при релизе, то есть ты в ранний доступ не выходил, я правильно понимаю? Бесплатный только если. Ну, то есть это бесплатная демка, да, у тебя была? А после этого ты сразу зарелизил игру? Полноценно. Да. Так, и на релизе ты опять сделал статьи на DTF, там ВКонтакте, на Ютубчик, да, трейлер залил, что-то такое? Мне кажется, что я очень плохо прорекламировался при старте игры, но хорошо это сделал до старта игры, благодаря чему у меня собралась небольшая база, которая приобрела и раскрутила игру немножечко. у тебя какое количество лишь листов было на момент релиза? помнишь? Я, наверное, лучше взгляну, 10500 человек добавило в мою игру в виш-лист. Это всего, правильно, на текущий момент? Не-не-не, это к старту игры, до него. Так, хорошо. А сколько получилось продать копии в первые же сутки? на релизе? Я помню, что мне за 31-е или какое-то было августа-1 сентября мне где-то что-ли 2000 долларов пришло. Ну, не пришло, а в статистике я нашел. 2000 баксов, да, игра стоит 15 долларов, насколько я помню, да? Да. Прикольно. Достаточно недешево, ну, для первой игры. Но, круто, что покупали. Так, хорошо, то есть, это, скорее всего, первый день был, около 2000 долларов, это, там, условно, ну, да, непонятно, сколько это копии. Что-то около 200 копий, наверное, да, получилось, 200-300 копий за сутки. А, сколько за месяц мы можем посмотреть за сентябрь? грязного дохода без учета возвратов, налогов и вычета 30 процентов, это 6200 долларов. А если взять вообще за все время, которое игра заработала? Это, ну, опять же, очень грязный доход, очень грязный. Большую часть, которого я не получил, это 92 тысячи долларов. Прикольно, то есть, примерно 2000 за первый день, за первый месяц примерно 6000, а уже за сколько там, получается, полтора года примерно, да, даже уже почти, ну, да, полтора года, она заработала 92 тысячи, оттуда надо вычесть стимовские проценты, оттуда надо вычесть 30 процентов, да, и возврат еще. Много возвратов у тебя? Возвратов у меня очень много, игра получилась, очень сложно, и я опарафинился с гайдом, и до сих пор у меня с ним очень трудности большие, так, сейчас. 22 процента было возвращено. Ну, то есть, смело можно 50 процентов от этого, короче, срезать, да, вот, условно, там, там, супок. О, еще стоит срезать, я продвижение, покупал продвижение игры, дорогое, которое стоило очень много денег, оно тоже очень много дохода у меня содрало. Расскажи, это вот этот, это кукус фэс продакшн, что ли, что это? Да. Это и какой-то типа издатель, да, получается? Ну, что-то типа того. Ну, расскажи поподробнее, что это за продвижение было. А проблема в том, что, я не знаю, стоит ли рассказывать. Ну, давай, давай так, в общих чертах, чтобы там ничего, этого, критичного. Ну, есть один такой человек, который занимается накруткой отзывов, продвижением игры, которые, ну, я не знаю, как, но, как-то продвигает игру. Как ты думаешь, это каким-то образом повлияло на результаты в итоге? Да, это очень сильно повлияло на результаты, наверное, ну, допустим, половина дохода, который я смог получить, я получил благодаря этому, этому человеку. Как ты это посчитал? Это примерно прикинул, смотря на статистику по продажам в день, когда этот человек занялся моей игрой, я начал получать доходы, ну, раза в два, в три. Ты ему платил процент с выручкой? Да, у меня тогда не было, к сожалению, денег, и мы сошлись на том, что он станет типа моим издателем и будет получать с этого 35%. То есть, от остатка, да, то есть, вот, например, 100%, туда 30 стимовских, потом возвраты, и от остатка 35% его, да, 60, ну, условно, одна треть ты отстегивал. Ну, то есть, я так понял, что, наверное, он на старте накрутил тебе отзывы, да, чтобы они были положительные, их было побольше, чтобы люди видели, что игра не нулевая. Вот, и в итоге конверсия, условно, в покупку увеличивалась, правильно? Да. Но, будем честными, да, то, что там у тебя часть отзывов накручена, это, ну, как бы, конечно, чуть-чуть не очень, но игра бы не продалась на 92 тысячи долларов, если бы она не выглядела, ну, во-первых, ты попал в нишу, вот, это раз, да, очевидно, что, ну, такие, таких симуляторов не очень много, и они, ну, попали, это, интересы людей, то есть, тема интересная, прикольная, а, во-вторых, реально, визуально у тебя все клево получилось, да, там и логотипчик, и баннер, и графоний приятный, так что, это, не преуменьшаем твои заслуги. Слушай, ну, круто, круто, ты, в целом, какие чувства испытывал, когда у тебя игра, ну, начала зарабатывать деньги? Я тогда был невероятно сильно убит, я, вот почему на ДТФ 3 сентября вышел пост о моей игре, так это потому, что я тогда был убит, и даже в собственной группе я не сразу написал о том, что игра вышла, потому что я выпустил, наверное, в 2 часа ночи, я очень хотел спать, когда проснулся, в холодном поту, наблюдая за отзывами, я очень сильно выгорел за все лето, и вот это вот все в сумме не дало мне сил вообще какой-нибудь реакции, и на то, чтобы вообще как-то как-то мгновенно реагировать на какие-либо события, на фиксы и прочее, я просто как-то вышел из жизни. Ну, и то есть сначала отзывы поперли не очень, да, народ жаловался на одно, второе, третье, четвертое, а ты так задолбался, что сил не было эти отзывы закрывать, то есть доделывать, правильно? Слушай, ну, то, что ты в 17 лет запустил игру, которая за первый день 2000 долларов заработала, это уже очень круто, так что уже давай тогда так, а вот сейчас, по прошествии времени ты понимаешь, что у тебя с первого раза получилось зайти в геймдев, ну, так уже прям посерьезки, да, ты заработал бабла, ты сделал игру, она понравилась народу, ну, как ты понимаешь сейчас, что как бы ты красавчик? Ну, есть такое немного, но я к этому больше отношусь как просто к началу, к началу чего-то большего, к более профессиональному отношению к этому, ведь я хочу теперь нигде не работать и заниматься своим хобби, любимым делом и зарабатывать на этом деньги. Давай, что ты купил себе на деньги, которые ты получил? Я купил себе последний макбук, айфон, видео, разошелся так немного, по самым крупным, наверное, покупкам на этом все и ограничилось. Так, а сейчас у тебя какая вообще, ну, то есть, какой у тебя план действий? Я бы хотел обновить свою игру, которую я пытаюсь уже обновить, наверное, с февраля, к сожалению. У меня все не доходит, ну, я очень мало времени посвящаю ей, и в основном я просто занимаюсь простым программированием с целью поднять свой скилл к своей будущей игре, готовлюсь, готовлюсь сквозь себя пытаюсь обновить игру, но это очень трудно, мне очень не нравится движок, который я выбрал, и то, что и как сделано, и поэтому это все очень сильно затягивается, это очень разочаровывает. ты сейчас учишься еще где-то? Да, я сейчас на втором курсе в колледже заканчиваю его. А нафига ты учишься? То есть какая у тебя цель? Потому что мне очень жаль свои два года, которые я тогда потеряю впустую, хотя не факт, что это вообще того стоит, возможно, я просто четыре года потеряю впустую, но это не самая основная проблема. Проблема еще в том, что мне тогда придется в армию пойти, и сейчас у меня отсрочка, пока я учусь, и это некоторое время, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Если я уйду в армию, то это будет очень большим ударом по моей геймдейверской деятельности, ведь уйду я в армию примерно на момент завершения разработки, и это будет как-то не очень хорошо. Слушай, ну, есть же способы, как можно от этого защититься. Да, наверняка у тебя есть какие-нибудь болячки, тролливали и все такое. Ты этим занимаешься уже? Я планирую этим заняться наверное через год или полгода, когда проблема уже приблизится ко мне поближе. Ну вот кажется, тебе как раз сейчас уже пора этим заниматься, тем более есть какие-то деньги на то, чтобы к этому подготовиться. Короче, я просто этим тоже занимался, когда был универ. Я тебе скажу, лучше заранее там все эти справочки, все такое. Когда ты вдруг внезапно хоп заболел, это странно. лучше чтобы ты планомерно шел и показал на комиссии, что у тебя есть какие-то проблемы. Потому что я просто прекрасно понимаю, что идти в армию это просто полная хель. Ни в коем случае нельзя это делать, тем более, что у тебя есть бизнес, который работает и деньги приносит. Слушай, а сколько сейчас в месяц эта игра приносит? По прошествии времени, остаточно, так сказать. Последние месяцы она мне приносила наверное в среднем такую средненькую тридцатку. Рубля. Да, да. И оно было бы неплохо, если бы в доллар. Но вот в этот месяц меня как-то очень с этим туго. Наверное, потому что я как-то не сильно сейчас игроки видят обновление из-за того, что я очень сильно затянул с этим. Я не знаю. Я наверное выпущу обновление и может снова станет не все так плохо. Ну по крайней мере ты можешь пост сделать, что типа чуваки вот у меня контент, вот новый контент и типа там скоро будет большой апдейт. Да, даже если ты просто сделаешь новость, я думаю, это уже это немного. Просто я тоже зашел, смотрю там последний пост 24 декабря, думаю, ну такое. Особо понимаешь, что наверное уже человек подзабил там. То есть если ты будешь проявлять какую-то активность на самом стим странице, думаю, это будет оценено потенциальным покупателем. По поводу отзывов. Да, в целом они смешаны. Это значит, ну что там у тебя 68% положительных, тебе 2% не хватает, чтобы игра была, ну, синенькая надпись, да, была положительных отзывов. Есть ли у тебя идея, как можно с этим бороться? Планируешь с этим бороться? Ну, я попробую для начала вообще допилить обновления, это самое главное, и возможно я немного подключу отзывов, до 70%, а там уже как пойдет, я не знаю. Ведь если я не верну эти 70%, Steam как полагается закинет мою игру в темный угол, в котором никто ее не найдет и не сможет оценить. Ну, стопудово, стопудово. Ты планируешь какие-то еще куда-то еще выпустить? Можно там на Humble Store попробовать, в Epic Games Store, может на мобилы отправить? Я смотрел Epic Games, их магазин, и там у них появилась возможность выпускать игры для инди-разработчиков, они создали что-то типа Steam воркшопа, но в бета-версии в сыром виде, и туда добавляют инди-разработчиков по заявкам, я попробовал сделать заявку, но ее новостей никаких нет, я думаю, ее просто не приняли. По поводу других магазинов я не задумывался, и тем более по поводу портов на другие платформы, к сожалению, это невозможно из-за моего не очень правильного выбора движка, и вообще интерфейс не... ну, изначальный интерфейс и в техническом плане игра не подходит ни к мобилкам, ни к консолям. это не задуматься тогда уж на старте разработки, а тогда я еще не сильно разбирался во всем. но ты хочешь сказать, Clifam Fusion он не портирует игры на мобилы? Мне кажется, это возможность такая есть, но то, что я смог выжать из его инструментария, который создан в основном для Windows платформы, он очень сильно ограничен для андроида, нет шейдеров, много расширений, просто не работает, и я ну да, и просто это не очень хороший выбор для андроид разработки и всего другого, кроме винды. Но я посмотрел еще на Nintendo Switch народ выкладывает достаточно часто Clifam Fusion игры. Выпуском их на другие платформы, на консоли, в смысле занимаются сами коллективы, им пишут авторы, чтобы портировали их игру на консоли, то есть на движке это как мне известно не представляется возможным. Но ты не пробовал написать? Ну мало ли. Нет, мне кажется это слишком тяжелая для них игра. Нет, это наверное техническая часть и одна из крупнейших игр на Клифтиме и я не думаю что мы сможем договориться как-то. Ну фиг знает мало ли. Окей, хорошо. Еще давай про блогеров немного поговорим. Я посмотрел в целом ну не сказать что прям игра там взорвала YouTube но тут есть просмотры есть видосики да там 28 118 тысяч просмотров то есть были и стримеры и блогеры которые видосики делали ты что-то в этом направлении делал например рассылал там ключи по блогерам когда начались появления таких видео я не занимался единственный крупный стример и даже ему нет я вообще никого не просил особо записать мое видео я ну среди крупных стримеров которые записали мою игру я только раздал ключи тем кто уже снимал видео и каким-нибудь мелким каналом я вот раздавал ключи но это все не очень существенно в основном те видео которые как-то зашли людям и стали минимально как-то популярность обрели допустим 100 тысяч просмотров или 80 а это без меня все произошло круто круто ну окей а когда эти видео выходили ты чувствовал что продажи поднимались да да было такое вроде я не помню уже этого стемьера у которого два видео по моей игре но после этого да продажи поднимались раптор наверное да да раптор но у него миллион подписчиков и он два видоса сделал одно 116 как раз второго 28 да я как раз их и нашел ну окей окей прикольно слушай ну давай по итогу да у тебя уже есть какой-то опыт ну по факту по факту ты 4 года уже занимаешься геймдевом но не то чтобы ты такой да хоп и там два месяца поработал и у тебя все стрельнуло вот при этом ты это параллельно с учебой делал ну ты красавчик тут респект и уважуха вот пройдя вот этот путь получив там свои первые деньги хорошие в геймдеве какие советы ты дашь начинающим разработчикам которые там может свой первый сервер майнкрафт поднимают или которые там только смотрят на геймдев может суд начать давай пару советов не выбирать плохой инструмент после чего ты будешь сильно жалеть какой инструмент хороший на чем ты будешь делать вторую игру ну среди хороших это популярные движки типа Unreal Engine Unity и подобные для 2D я мог бы наверное посоветовать Гудо я собираюсь сделать свою следующую игру в 3D кстати я не знаю как он по части 3D он не очень хорош по сравнению с Unity но он мне сильно понравился странно тебе не кажется что ты опять на те же грабли будешь наступать все-таки сообщество Godot в России очень маленькое да но тут проблема уже немного другого характера я встречу ведь в кликте я не имел возможности полноценного программирования все-таки это конструктор и из-за того что он просто был очень старым и в нем было мало возможностей но году это все-таки полноценный движок с возможностью программирования и даже подключить к нему C Sharp я думаю мне очень будет предостаточно этого движка если вдруг меня въедешь с Godot можешь написать мне я тебя познакомлю с Петром сканером он у меня тоже на интервью был он бункера сделал на Godot и он там супер залетел ну все что спасибо было очень интересно ну желаю тебе конечно вторую игру ты выпустил чтобы она у тебя тоже зашла но при этом надо понимать что все равно не надо расстраиваться даже если вторая игра сильно не зайдет я думаю что в целом направление правильное первая вторая третья четвертая пятая игра зайдет вокруг тебя чтобы сообщество какое-то собралось и ты тащил дальше зарабатывал деньги на любимом деле и чувствовал себя уверенно ты красавчик давай рад познакомиться ребятки в комментариях пишите вопросы да Никита зайдет поотвечает вам может что-то посоветует может поделиться какой-нибудь информацией вот так что если какие-то еще вопросы будут пишите Никите я ссылочку скину ну вот если тебе несложно потом зайди в комментарии поотвечай все давай пока пока пока